Депутаты наукограды А вот московский комсомолец Барнаул один из своих материалов посвятил событиям, которые потрясли краевую столицу в 2018 году. Среди них истории про любовь и про жизнь, про болезни здравия, про героев и справедливость, а также про елочки, каннибалов, котят и аэропорты. Прочитать об историях подробно можно также на сайте издания. Новый главный режиссер появится в Алтайском театре драмы, сообщает информагентство Толк. Начиная с 2013 года, один из главных театров края оставался без главного режиссера, и вот претендент на вакантное место нашелся. Его имя пока не называется, но ранее ряд местных СМИ сообщили, что главным режиссером драмы станет Алексей Логачев, поставивший на барнаульской сцене ряд довольно известных спектаклей. Но дирекция театра эту информацию опровергла. Имя нового главного режиссера в драмтеатре обещают сообщить позже. Горнолыжные курорты на Алтае в Кемерово вошли в топ самых дешевых, информирует Полицебро. Так, по версии 2ГИС, курорт Шерегеш занял первую строчку по стоимости проживания в хостеле. Средняя цена койко-места составляет 490 рублей в сутки. Это минимальная цена среди российских курортов. Всего их было проанализировано 11 в России. В топ самых дешевых вошли Семинский перевал в Республике Алтай и Благодать в Белокурихе Алтайского края. Светодиодный трехметровый корабль установили в сквере адмирала Кузнецова, пишет комсомольская правда Барнаул. Конструкцию изготовили в специальной мастерской и теперь светящийся корабль на пересечении улиц Шумакова и Балтийская в Кривой столице удачно соседствует с яркими ночными фонарями.